Дорогие христиане, ничего не хочу говорить, но придется, вы не денешься. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на Евангелие, которое мы прочитали сегодня, только что на молебне, где говорится о том, что всякое доброе дело на земле сделанное может иметь воздаяние здесь на земле, и тогда уж на небе ждать не придется ничего. Это очень важная вещь. То есть человек может быть очень добрым, милостивым, хорошим вообще человеком может быть, человек любой, если захочет, но в ответ он может тоже получить много добра, милости, щедрот всяких, и тогда может оказаться, что у Бога его просить больше нечего, и на небе ему ждать тоже нечего. И это страшновато. То есть если мы получим воздаяние полностью здесь, значит там уже все. Ну ты много добра сделал, хорошо это не это, это хорошо. Надо быть, как пишется в послании к Титу, Павел пишет много раз, повторяет, что нас Бог сотворил для добрых дел. Мы сотворены, предуведены Богом заранее для творения добрых дел. То есть мы должны их творить постоянно, как солнце светит. Не так раз в год, например, или раз в месяц, а постоянно. Должны постоянно переживать о ком-то, делать все, что мы можем для людей вокруг нас находящихся. Это наша задача, это наша просто обязанность. Но если мы это будем делать и получать взаим, значит, ответ в виде добра, то может так оказаться, что мы ничего от Бога уже и не получим. А вы сами знаете, как бывает часто, что за мое жито меня бито. Когда человек делает что хорошее, получает по шее. И мы удивляемся за это. Как это-то? Я вроде только хорошее и делал. А что же меня ругают, поносят, там, таскают в зубах, понимаешь, там, готовы убить, понимаешь. За что? Я же только доброе хотел. А вот это для того, очевидно, чтобы человек получил награду на небе. Потому что если всякое добро будет вознаграждено здесь, на земле, то все, мы квиты с Богом, больше нечего ждать. До свидания. Ты придешь туда, в рай святой, вот, значит, и в раю святом тебе скажут, что извини, брат, но ты вспомни, сколько ты хорошего всякого уже наелся на земле. Ну, хватит, ну, сколько можно. Здесь не для тебя, здесь для тех, которые терпели, молились, плакали, страдали, ждали и так далее. То есть такая вот интересная вещь такая приоткрывается нам в святом Евангелии. Сколько мы будем жить с вами, мы будем постоянно что-то из Евангелия для себя открывать. Удивительное, страшное и непонятное. Как это так? Что это такое? Допустим, любой из нас знает, что, например, грешники должны быть наказаны. Все знают? Знают. А то, что наказаны должны быть не только грешники, а даже те, которые просто добра не делали, этого мы не знаем. Хотя в Евангелии написано, мы этого не помним, это забываем. Уже Евангелие пишет нам про страшный суд, что на страшном суде наказаны будут не те, кто грех делал, а те, кто просто не делал ничего доброго, и все. То есть, спросят Господь там, ты голодных кормил? Нет. А голых одевал? Нет. А в тюрьму, к сидящим тюрьме ходил? Нет. А в больницу к больным ходил? Нет. Ну иди отсюда. Все. То есть, ты ничего плохого не сделал, ты просто хорошего не сделал. Вот какое Евангелие странное. Оно странное. Это небесная мудрость, которая вообще в нашу голову с трудом влазит. Поэтому, пожалуйста, ходите в храм Божий для того, чтобы понять, как нас будут судить, чтобы вы защитились заранее. Что если вы знаете, что меня судить будут вот так, нанимаете адвокатов, там, закрываете, защищаетесь, там, наращиваете, значит, там, какую-то толстую кожу на больных местах, что вас, понимаешь, как-то так спастись надо от будущего гнева. Так вот имейте в виду, что нас судить нас будут не за грехи даже, а уже заодно лишь только отсутствие добрых дел, ты уже попадаешь в заложники для вечного огня. То есть, отойдите к дьяволу, сказано, и ангелам его. За что? За то, что ты наркотики варил, ширку делал у себя дома? Нет. А за что? За то, что ты там притон устроил у себя в квартире? Нет. А за что? За то, что ты, значит, выходил с кистенем, как бы, в темной ночью, как бы, и бил по головам там простых прохожих? Нет. А за что? Только за то, что ты ничего хорошего не сделал. Все, хватит. Для того, чтобы в аду оказаться, нужно просто ничего хорошего не делать. И все. А мы-то думали, за грехи нужно наказывать. За грехи, вот за грехи накажут того, за грехи накажут того. Да накажут всех подряд, потому что никто ничего доброго не делает. Если мы что-нибудь доброе делаем, то его от случая к случаю, сикость-накость, как-нибудь, там, как получится. Если получится. А так, чтобы мы искали добрые дела. Вы гляньте, как ищет бизнесмен прибыль с утра до вечера. Он спать не может, он ищет, где бы ему нажить что-нибудь такое, нарыть, нажить и так далее. Как ищет, допустим, больной пес, целебную траву. Он нюхает, что такое ищет, и грызет какой-нибудь стебель какой-то полезный ему, потому что он чувствует, что ему надо это, он болеет. Как вот так надо с таким жадным нюхом искать добрых дел, чтобы так день прожил, допустим, так говорю, а что я хорошего кому-то сделал? Да ничего, как-то ни одна бабушка не проходила мимо меня по этой самой с тяжелыми сумками, значит, никто там руку не протягивал, никому ничего не давал. Ну вот так мы и проживаем всю свою жизнь без толку. А потом, когда окажется, будет суд, а мы скажем, да я же не грешил, да и не надо. Для того, чтобы в аду оказаться, грешить не надо. Надо просто быть бестолковым и бесполезным. Жить только для себя и никого не трогать. Я тихий, хороший человек, никого не трогаю. И все, все это забронировал себе место в очень неприятном месте. Это Евангелие так говорит, это не говорит, там отец Андрей, там отец Семен, там отец Иван, отец там Павел, отец Варфоломей. Это Евангелие говорит, это говорит нам текст Евангелия от Матфея в рассказе про страшный суд. Поэтому вот вам откровение, понимаешь, так вот, когда гостей к себе зовешь, не зови, говорит Господь к себе, богатых соседей, всяких там родственников, знакомых. Зови к себе хромых, всяких там, каких-то таких слепых, там, маломощных, там, недостойных, каких-нибудь там, шелушивых, там, всяких таких зови, вот, накорми их, там, как-то так, пригрей, там, приголубь. И потом они тебе ничем не отдадут. Ну, у них нету. И им некуда тебя звать. А вот воздастся тебе в день великого суда и воздаяния, воскрешения праведника. Это вообще, это космос. То есть это какая-то запредельная истина. Потому что мы хотим, я позвал тебя в гости, ты потом позвал меня в гости. Это же так нормально. Это же так понятно. Пойдем ко мне в гости. Пойдем. Пошли, там, сели, там, поели что-нибудь, там, это самое, наварили картошки, там, начистили селедки, значит, посели, там, попили чайку. Потом ты ко мне пришел, потом еще там. Нормально все. Но там что? Там ничего. Мы с тобой в расчете. Ты поел у меня хлеба, я поел хлеба у тебя. До свидания. А вот накормить кого-нибудь ничтожного, к которому прикасаться не хочется. Хочется быстрее мимо него пройти. Тогда будешь иметь награду. То есть награду ж хочется иметь? Хочется. Значит, награда будет только за то, значит, что сделано с трудом, с усилием и с ясным пониманием. То есть Евангелие хочет, чтобы мы ясно понимали, что нужно делать человеку на этой земле для того, чтобы в Божьем Царстве не оказаться полным, полным, так сказать, лузером. Есть такое слово, современное. Все потерял. Вроде думал, да ладно, да что там? Ну а что там? Такой, как я, только в раю и должен быть, как кто там еще-то будет. Приходишь, а там тебя не ждут вообще. Там вообще не знают, кто ты такой. Говорит, ты кто? Говорит, ну как это? Что, не знаете, что ли меня? Вообще первый раз вижу. Ты кто вообще? Говорит, иди отсюда. Что тут это самое? Лучше тебя придут, сейчас тут занимаешь место, потому что иди давай, не мешай. И все, это будет кошмар. И тогда будет плач и скрежет зубов. А что сказать? Потому что обидно будет, очень обидно будет прийти к раю и увидать фигуру из трех пальцев. Говорит, иди отсюда, тебя тут не знает никто. Тебя здесь не знают. Говорит, как не знают? Тебя же молился всю жизнь. Ну и что? Кому ты молился? Это еще надо разобраться, как ты молился и кому. Так что вот сегодня мы получили с вами такое интересное откровение. Значит, о том, что нужно иметь награду за то, за что тебя не благодарят здесь. И очень часто бывает, повторяю, подводя уже черту, что человек делает всякое добро и получает по шее. И удивляется. Говорит, за что? За то, чтобы ты на земле не имел награды. Там будешь иметь награду, если веруешь в это. Если веруешь, не обижайся, не скорби, потому что награда будет. Не переживай. То есть награду герой найдет. Вот, но не здесь. Вот веруешь, успокойся. Значит, здесь за добро наказывают. На земле за добро наказывают, а не благодарят. Почитайте любую биографию великого человека. Любой великий человек – это битый, гнанный, мучимый, оклеветанный, оскорбленный, оплеванный и после смерти прославленный. Любой великий человек. Физик, химик, космонавт, не знаю, какой-нибудь полководец, император, кто хочешь. Монах, тем более монах. Или священник. Это при жизни, это значит, пфу, на него, а после смерти, ооо, какой святой человек. Это же он здесь был под носом, был, а мы вот, понимаешь, пфу, на него. И мы каждый, каждый на него плюнул по разу, а то и не по разу. Почитайте, это Жезел. Жизнь замечательных людей. Там все там описано. Так оно и происходит. Почему? Это закон. На земле плюют в хорошее, а на небе за хорошее награждают. А если бы на земле за хорошее награждали, на небе не было бы награды. Такая интересная штука происходит. Очень интересная штука. Страшная и интересная. Каждый раз читаешь Евангелие, страшно. Может, ничего себе, что-то мне еще Господь скажет. Говорит только, думаешь, бух, ничего себе. Это что, про меня, что ли? Вот такое. Сегодня, ну и попрощавшись, мы вспомним сегодня, конечно, великий... У нас Царство Небесное, мы споем сегодня со святыми упокой, патриарху Пимену, потому что сегодня день его ангела. У нас был такой патриарх, святейший Пимен из веков. Фамилия его была. На картине «Русь уходящая Корина» он изображен еще молодым иеромонахом. И он носил имя в честь великого Пимена египетского монаха. И был таким, он был монахом. То есть, патриарх Пимен был такой монашестый. Он очень красиво пел, был очень музыкальный человек. Он был регентом хора, на войне воевал. Прожил очень тяжелую жизнь при советской власти. Значит, как он, как сам говорил, в золотой клетке жил. То есть, нельзя было слово лишнего сказать. Кругом были все эти начальники расставлены. Значит, такой он вроде был в почете, а вместе с тем был как будто в тюрьме. Вот. И, значит, сегодня память его небесного покровителя, великого Пимена, Пимена египетского. Во-первых, я вам скажу три вещи, про него скажу. Хватит. Первое, что он прожил 110 лет. Пимен великий. 110 лет. То есть, он прожил такую длинную жизнь, которую мы бы хотели тоже прожить. Что мы хотим долго жить. Но он жил такую жизнь, которую мы одной недели бы не выдержали. Вот интересно, тоже такой парадокс, что очень долго живут те, кто живет очень трудно. Понимаете? Он жил не в комфорте. Он не знал, что на диване лежать, например, да, там, или там, душ принять, например, там, помыть голову шампунем, в ванне выкупаться, съесть шашлык, например. Он вообще таких вещей не понимал, не знал. Он жил тяжелейшей жизнью. 110 лет. Поэтому долголетие – это награда за труды. Потому что когда человек ленивый, как бы, и живет в свое удовольствие, то он, конечно, богат всеми болезнями, как бы, и долго он прожить не сможет. Он развалится, скорее всего, он загниет заживо. Вот. А те, которые жили очень трудной жизнью, они жили очень долго. Вот. Если вы хотите долго жить, если вдруг у вас есть такая мечта, хочу долго жить, тогда работайте. Работайте, как галерники, прикованные к веслу на галере. Как купленный раб. То есть не отдыхайте, работайте, трудитесь дома, на работе, на огороде, где хотите. Значит, постоянно будьте в трудах, и будете жить очень долго. Будете жить 70, 80, 90, 100 лет. И у тебя будет там 80, ты будешь выглядеть на 50. У тебя будет 60, значит, ты будешь выглядеть на 40. Да, потому что работы, работать надо. Тогда будешь долго жить. Если хочешь балдеть всю жизнь, там, боток закачать себе там в нос, в губу, там, в ухо, в глаз, значит, такое. Помрешь очень быстро. Один ботокс тебе и останется, на самом деле. Потом могилу почему-то от кровати раскопает, и там будет много ботокса, как бы, и никаких костей. Да, будут очень белые зубы, импланты какие-то лежать, значит, такое, и по два куска ботокса, как бы, и до свидания. А где ты, непонятно. Работайте. Кто хочет долго жить, работайте. Хотите быстро умереть, не работайте. То тоже, это тоже вариант. Если хочешь быстрее умереть, думаешь, ну, жизнь тяжелая, может, умру побыстрее. Не работайте. Лентяи быстро умирают. Если вам хочется побыстрее отсюда, как бы, съехать с этого мира, тяжелого и слезного мира, то вы просто лентяйничаете, ничего не делаете. Вы умрете очень быстро. Это я вам просто обещаю. А если будете трудиться, как лошадки, значит, такие, как пчелки, вот, то будете благословенно, тяжело и благословенно будете жить до очень длинного и преклонного хорошего возраста. Вот так, как у Пимена Великого. А потом, еще у него интересно, он сказал, что некоторые, так сказать, молчат, вот, но все время разговаривают. Если бы психологи это, психологи это прочитали бы в свое время, то они бы сказали, что Пимен Великий, это великий психолог. Потому что человек постоянно ведет внутренний диалог. То есть человек, например, там идет по улице, рядом с ним нет никого. А что он делает? Разговаривает. С кем? С кем хочешь. Сам с собой, ну, как сумасшедший. То есть он посмотрит, что говорит кому-то. Это не сумасшествие на самом деле, потому что человек это диалогическое существо, ему нужно с кем-то разговаривать постоянно. И даже когда нет никого рядышком, он говорит с кем-то. Но если он злопамятный, обидчивый, вредный, паршивый человек, тогда он обязательно ходит и говорит какие-то гадости, глупости, и спорит с кем-то невидимым, как бы, значит, тогда он действительно сумасшедший. Он похож на сумасшедший. То есть он ходит там, есть кем-то там, вот такой, я скажу ему так, потом приду, скажу ему вот так, и там сочиняет себе диалоги такие. Ну, заметьте за собой, это же наша жизнь. Так вот Пимен сказал, что есть некоторые люди, которые молчат целыми неделями, ни одного слова не говорят, а у них постоянно внутри происходит греховный диалог с кем-то. Представляете? Это был такой тонкий психолог, он замечал, как бы, движение души, как человек живет на свете, потому что сегодня этим занимается психология, а раньше этим занимались монахи. То есть все то, чем занимают сегодня психологи, раньше это было монашеское дело. Причем психологи деньги берут за это, монахи не берут. Ты придешь к нему, он тебе расскажет, как твоя душа устроена, что там у тебя происходит, что гниет там, что там тошнит там, что болит, как исправиться, вот, и денег не возьмет. А к психологу нужно, записался на прием, там, сел там в кресло и рассказываешь про свои детские гадости. Вот, еще денег оставляешь ему кучу. Всякую, представляете, как нас обманывают на каждом шагу. То есть святые люди, это великие психологи. И, между прочим, современные психологи, те, которые там, типа Корнеги, например, там, как себе приобрести друзей, они читали Авудорофея, Оптинских старцев и всяких других святых людей, переначивали это под свой интерес, и потом зарабатывали миллионные состояния. Потому что они находили великую мудрость в книжках великих монахов. Представляете? Вот такой был святой Пимен. Еще, ну и последнее, то, что он прожил долго, то, что он был, разбирался в душе человеческой, я вам говорил. Да, и третье, это, значит, то, что он не любил говорить о высоких предметах. Когда, например, с ним кто-то заговаривал, как Антоний Великий, например, вот так собрались братья и начинают о чем-то там рассуждать. Вот. Еще они такое там, такое крутое, такое, такое мудреное, такое спрашивают, а вот как вот это вот там, допустим, там, ну, типа там, а чем Бог занимался, когда мир не сотворил еще? Ну, типа такого, да? Вот сидят как бы и выдумывают всякие глупости такие, да? Блаженный Августин говорил, он придумал муки для дураков, которые спрашивают такие вопросы. Ну, вот такой, еще такой мудреный, когда спрашивают такое, когда с Пименом разговаривали, потому что мудреное такое, мудреное, там, а вот животные там, они будут в Царстве Небесном или нет, например? А вот еще что-нибудь такое там, а можно ли за собаку молиться там? Он вставал и уходил, он вообще не разговаривал с такими людьми. Вставал и уходил. А когда его догоняли и спрашивали там, говорит, батюшка, подожди, прости, прости меня, ты знаешь, вот у меня, у меня, например, есть такая беда, например, я постоянно, вот у меня похоть, похоть, я блудник, я вот на какую-то там гляну, какую-то женщину, у меня какие-то мысли возникают, у меня душа болит всю жизнь, сколько я себя помню, вот с маленького возраста, вот у меня уже там 60, например, а я вот всю жизнь страдаю от блуда. Он говорит, о, вот об этом дай поговорим. Говорит, давай разберемся, как там, чего там, я тебе подскажу, там, как душу вылечить, значит, как там, то есть про высокие вещи не любил говорить. А вот про грязь всякую, нашу человеческую грязь, про жадность, про блуд, про обжорство всякое, там, про зависть, про пьянство, про обиды. Вот, вот, о, 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 об этом дай поговорим. И мы с вами должны тоже не лезть высоко, не надо лезть высоко. Говорит, возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко. А ты мелитона, держи среднего тона. Значит, нужно идти в серединку, значит, и нужно обязательно разбираться с грехами своими. Если мы не разберемся с ними, то какой смысл, что мы узнаем строение ядерного, там, какой-нибудь, там, плазмы какой-нибудь, там, не знаю, там, будем управлять, там, кем-нибудь, там, не знаю, как, что там это называется, гоняют, там, какую-то заряженную частицу, там. Коллайдер. Вот, типа, коллайдер, там, андронный, да. Будешь начальник андронного коллайдера, например, обжора. Блудник и обжор, начальник андронного коллайдера, например. Ну, это хорошо, это, конечно, почетное, почетное звание, как бы, но что тебе толку с того, что большой начальник если блудники обжора вот или ты например там завистник и ты зеленый весь ходишь завистник ну что зеленый ты ходишь смотришь на всех и всем завидуешь завидуешь молодости красоте детям там успехом там работе дипломом не знаю там квартирам машинам всему чему хочешь цвету глаз заходишь завидующий и что тебе толку что за жизнь такая как в аду живешь вот давай об этом давай и поговорим то есть давайте говорить не про кинуты тонкие материи дайте поговорим про то насколько мы обгадились господи прости насколько у нас там все плохо в бедной нашей душе вот об этом давайте поговорим вот так ему приходили также так же к антонию великому также к антонию великому он не любил говорить про высокие материи хотя он настолько был весь великий человек антони вообще эти египтяне велики не знаю вы были в египте отдыхали в египте кто-нибудь из вас это это земля которая просто лет триста без перерыва цвела святостью там была такая святость которую даже придумать невозможно это были равна ангельные люди египет и там это матерь и родина монашества это были удивительные люди вот антоний сидит раз с с отцами там еще разговаривают они что-то такое там раз такой завинтили к это вопрос такой серьезный такой из книг моисеевых там взяли библию почитали там книгу например второзаконие и там что там написано такое это что это значит вообще и к антонию это значит он молча встал и ушел шел 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 вот это в пустыню зашел потом стал преклонился на колени а за ним к это брат бежал там следил за ним что он будет делать а он преклонил господи пошли мне моисея чтобы не объяснил и явился антонию моисей и поговорил с ним и рассказал ему что значит то или иное слово написанное вот в тех моисеевых книгах которые не только что читали будет спасибо тебе был божий пророче и пошел обратно пришел сказать это значит вот то то и все такие вот такие люди были с ними за честь почитали поговорить небесные жители вот такие но они любили говорить про то что у человека болит вот именно там там я бы я допустим там болею я могу сказал допустим там всю жизнь болею например блудом там или другое там а я всю жизнь болею например там скажем там не знаю там ленью и лентяй то есть у меня талантливый человек ну лентяй я бы мог и рисовать и петь и читать и восемь языков иностранных выучить у меня и память хорошие руки работящие но я лентяй и так вот я дожил до 45 лет например до 52 вот я без того что куша лентяй я все мог где мог мог небо перевернуть а я ничего не сделал потому что я лентяй вот давай об этом и поговорим то есть кто ты блудник лентяй обжора об этом поговорим вот они об этом говорили а больше ни о чем не говорили больше ничего было не интересным понимаете такого такие интересные люди и жили это 110 лет представляете жизнь какая как в воскресенье будет память и его пачаевского святой иов не была фамилия за лизу железу был как железный человек он в 10 лет стал монахом в 10 лет и так монашу слышу старики удивлялись мальчонка совсем сопляк 10 лет и он 90 лет прожил в монастырях из монастыря монастырь переходил от славы убегал человеческой до 100 лет дожил а жизнь была такая что он он целыми неделями не присаживался только что не ложился не присаживался даже и у него от застоя на ногах у него гнили ноги и прям кусками мяса с костей сваливалась мы такой такой был трудолюбец такой был подвигу мученик был такой живой мученик только за христа то сто лет прожил на земле с 10 лет уже будучи монахом такие люди такие поэтому это люди это люди а мы с вами тоже люди мы конечно другие люди но тоже люди о чем мы чё рыжие лысые нормальные тоже люди вот давайте будем спасаться будем читать божие слова будем храм собираться будем изучать историю церкви читать значит про святых жития святых будем читать толкование на евангелие будем воскресенье все в храм приходить будем подтаскивать своих родственников ленивых безбожных тоже чтобы они тоже в храм приходили вот потерпим поношение за христа можно скажем и идиоты что мои фанатики значит что мы сектанты что мы там что-то начали молиться если почему-то слишком много чуть-чуть так много грехов же так много моешься ты скажешь да много грехов я молюсь за тебя молюсь там все потерпим поношение всякое за господа подтянем за собою родных и близких друзей знакомых вот получим за христа неприятные эпитеты на свою фамилию. Вот. За покойников будем молиться обязательно. Обязательно. Уже половина из них поумирала, прожив плохую жизнь. Святых людей из наших покойных людей очень мало. Подавляющее большинство прожили сикость-накость жизнь свою. И померли, как будто их с грядки выдернули, как морковку. И все. Иди сюда. Отвечай за жизнь твою. Они не готовы. Не готовы. Жили без молитвы. Поумирали внезапно. Кто как. И за них будем молиться. Давайте будем исправляться. Потому что мы тоже люди. Мы люди. Каждый из нас это чудо. Вот ты чудо. И ты чудо. И ты чудо. И я чудо. Еще то чудо. Каждый из вас. Каждый из вас еще то чудо. Ну все. Я не знаю. Запомнили вы хоть что-нибудь? Мы говорили с вами про что? Про то, что евангельская логика абсолютно противоположна мирской логике. Что нужно иметь награду на небе тогда, когда ты не будешь иметь награду на земле. Поэтому не спешите за наградами в очередь становиться. Когда вас награждать собираются, говорит, не надо мне. Медаль вам дадут там, какой-то орден, какую-то премию там личную. Говорит, не надо мне. Не надо. Не надо. Если вы человек верующий, нечиславный, то вам не нужно этих наград всяких там. Чтобы вас там носили там на руках, там на доску почета вешали. Не надо. Господь заплатит. А иначе будете здесь иметь награду, а на небе не будете иметь. Это мы сегодня сказали. Потом про страшный суд сказали, что чтобы в аду оказаться, не нужно грехов делать. Надо просто ничего хорошего не делать. Просто живешь себе как болван. И все. И будешь в аду. Грехов для ада не надо. Для ада нужно просто отсутствие добрых дел. И потом мы Пимена вспомнили, который является небесным покровителем нашего покойного святейшего патриарха Пимена. Про то, что он долго прожил. Жестокую жизнь прожил, но долго прожил. Не любил про высокие вещи говорить, а любил помочь человеку с грехами разобраться. И был тонкий психолог. Что вся сегодняшняя психология, она по сути совершает кражу у монашеской литературы. Вся монашеская литература, она вся про психологию. И сегодняшние эти все мудрецы, земные якобы, они совершили подлог и кражу. Они пользуются книжками святых людей, приписывая это себе. Если вы в этот вопрос погрузитесь, вы узнаете, что я не вру. Так оно и есть. Все старцы, все монахи, это великая школа знания про душу. А что такое психология? Это учение о душе. Психология, да? Логос о психо, о психее. Это слова о душе. Вот такие мы, у нас есть с вами великие психологи, такие Пимен, Антоний, Макарий и так далее, и так далее. Это очень интересно. Поэтому будем читать, будем образовываться, будем разумляться. Будем меньше телевизор, смотреть меньше телефон свой, листать, значит, здесь страницы бесполезные, там всякие фейсбуки разные. А будем лучше читать книжки хорошие. Накачайте себе в эти гаджеты, значит, хороших книжек, вот, и образовывайтесь. Будьте умными, чтобы вам было весело жить на свете. Человек, если он имеет Бога и знания, то ему жить на свете весело. А если у него только одни грехи и безумие одно, то у него тусклые глаза, и жить ему неинтересно. Поэтому живите весело, живите долго, как Пимен Великий, и будьте трудолюбивы, как пчелки. Аминь. До свидания.